друзья всем здравствуйте ну вот я выкладываю долгожданный видосик коротенький к сожалению связи здесь практически нет в деревне вот я вышел как бы наверх до самые верхние точки деревни здесь показывает аж плюс то есть прямые эфиры все равно не потянут вот это если только кому-то заходить и у кого есть проводной интернет стримить можно только через вай-фай вот так к сожалению всем здрасте друзья подписывайтесь на канал ставьте лайкосы пишите комментарии спасибо вам за все за поддержку смотрите видосик ну что получилось всего по чуть-чуть как отдыхаю в деревне погнали такая вот туча у нас дома природа шикардос ребята и вот однажды пришло приходила такая туча лет пять-шесть назад и был град с яблоко вот сейчас срочно поехали ребята домой машины загонять аж кипит вся туча резко меняется формы и какое-то невероятное явление природы сейчас посмотрим вот она уже к деревне подошла какие-то вихри вот в ней опускаются это город очень большой твою не накроем чем-нибудь приехал приехал отдохнуть щи главное щи спасти нам на неделю хватит под самогонку машину можно накрывать а то возить на чем на работу машину ношу мне похуй с ней обдувать будет как как вот уважаемые подписчики деревня прошел дождь не было все таки града но уже к вечеру это туча так вот люди говорят что вечером град не идет град идет в жару пронесло насчет этого такой вот сейчас прошел дождь такой сильный сильный может тут щебеночкой кошка сегодня проходила с двумя котятами какая тишина какая тишина просто капец звенит в ушах тишины после москвы что путей что путей куда-то попиздил на рыбалку может на пруд вот это все чистенько газ провели газовая фигня станет как шея хрустит слышно как поворачиваю такой тишины шея хрустит слышно как поворачиваю капец Капец! Не удалось мне никуда сегодня сходить, потому что дождик был. Ну и приезжали здесь родственники, гости, отмечали шашлыки, машлыки, все дела. Возможно сейчас еще кто-нибудь приедет, поднапьются, звали меня там на дискотеке тудым-сюдым, но что-то не было у меня желания, хотелось пообщаться с родителями. Может быть в следующий раз с ними съезжу куда-нибудь. Так, утро, тучки, но тишина, спокойствие, тепло. Взял вчера у братана удочку, накопал червяков. Вот думаю, пакет не маленький, я взял ручки от рыбы, не оторвутся. Иду на рыбалку. Тишина, свежий воздух, красотища неимоверная. Ни одной души. Мои уже встали. Папка, чернина, уже шуршат по дому. Время 7 утра. Тут какой-то разваленный дом. А завтра пойду на коп. Отец отвезет меня там в одно историческое место. Покопаю. Все заросло. Юрка, брат говорит, пруд зарос. Вообще его хотят спустить. И, короче, никто за ним не ухаживает. Плотина там в аварийном состоянии. И вот, чтобы его не сорвало, хотят его, короче, пруд. Ну, можно сказать, уничтожить. Печалька, конечно. Кошмар, какие тут дебри. Я был вот этих деревьев. Не было здесь нифига. Ну, сейчас посмотрим, что мы тут поймаем. Какого езя, какого есть нельзя. Ну, да, вот плотина. Здесь ни одного деревца не было. Все позаросло. Раньше солхоз был. Сейчас вот там. Да и я даже не знаю, что там есть сейчас. Кто-то какие-то фермы построили. Какое-то там безвыгодное, безпастбищное содержание, короче. Кто там, что там делает, непонятно. А раньше машины здесь ездили. Как бы солхоз гремел, работал. Ухаживали и за прудом. Потому что орошение было из этого пруда. Орошение полей. Вот окачка там стояла на той стороне. Ну, а сейчас никому это не надо. Вон, сколько камыша. Деревьев. Ни одного дерева здесь не было. Может, так где-то пару кустиков. Здесь был пляж. Сейчас брат говорит. На пляже прям садись. Найдешь там, где рогатины стоят. Там люди ловят. Вот мы сейчас тут придем на пляж. Бывший. Тут песочек, ступеньки даже. Кто-то выкопал. Утки. Никогда не было здесь никаких уток. Или кто это полетел. Хрен его знает. Ну, попробуем. Попробуем. Закинем. Пруд так очень большой. Вон, до того леса он длится. Сколько это? Метров. Пятьсот, наверное. Пятьсот и так. Сто есть. Есть, наверное, сто. Сто на пятьсот пруд. Большой, да, уже таки. Рыбка плещется. Закинул я, короче. Пепловок. Рыбка, нет-нет, плещется. Так что тихо, уважаемые подписчики. Не распугайте. Не распугайте рыбу. Ждем поклевку. Тихо. Ну, тишина. Это прям что-то. Отдых. Невероятный. Никто у меня не клюет. А вот, смотрите, видите, круги расходятся. Клескаются. И довольно-таки не маленькая. С ладошку рыбка. Ну, мне, как всегда, везет. Мне даже кажется, я в аквариуме не поймаю ее. Хотя, посмотрим. Так, отключил я стабилизатор, чтобы можно было прибавлять. Наш поплавок даже не шелохнется. Начался дождик. Поклевок нет. И рыбаков, кроме меня, никого я не вижу. Рыба сказала, Санек, в следующий раз. Хорошо сидим. Тисана. Лучше бы дома поспал. Вот такое вот у меня утро прошло на рыбалке. Уже я слышу там кричат, Санек, маэстро. Я им в ответ. Меня не слышат, короче. Его здесь нету, говоря. Ну ладно, нет так нет. Поймал я, короче, там пяток. Пару окуней, пару плотвичек. Ну, мелочь. Мелочь. Короче, коты сегодня будут рады. Котам поймал. Поймал. Пять рыбок. Все. Рыбалка, рыбалка сегодня закончена. Запыхался залазить, блин, на этот бугор. Какая рябина. Целая тут аллея посажена. А там вдалеке подсолнухи. Попозже схожу туда поближе. Поле подсолнухов желтое. Рыба плещется вот на той стороне, в камышах. Она, короче, везде плещется, где меня нету. А это вот кукуруза, да, походу. Что-то я не вижу. Ну а что это еще? Кукурузные поля. А там желтое, красивое поле. Попозже схожу сюда. Сейчас котам гостиницу отнесу. А то меня там потеряли. И есть я захотел. Не завтракал, утром ушел. Так вот он смотрится с высоты. Прут большой. Так, сейчас я включу камеру перед домом. Послушаем очередную шутку по поводу количества и качества рыбы от папы Николая Ивановича. Ну мы тоже что-нибудь предложим взамен. Блин, вот иду, не вижу. Раньше Росатов, как его зовут, из чего чай делают. Зверобой. Зверобой. Зверобой чобор. Ну чобор реже можно было найти. Но все равно. А зверобоя было куча. Я вот сейчас иду нифига нигде не встречал зверобоя. Куда он делся. Дефицит. Короче. В природе дефицит. Что-то там какой-то кипиш насчет бани этой башни ругаются. О, и Тимошки сейчас-то там есть одна плотвичка большая. Тимохе отдадим. Вау, вау. Рыбаки ловили рыбу. Конечно, заводите машину. Орали, орали, кричали, кричали. А с кем ты кричал? С Ромкой. А что ж, вы кричали, а меня не слышали. Я-то вас слышал, а вы меня не. А ты ничего не слышал. Я и свистел, и кричал вам в ответ. Маэстро. Это я кричал. Что ты поймал тут? Заводи машину. Поехали на рынок торговать рыбой. Спасибо. Ай, вспомнили. Мне уж 50 лет скоро дискотека. Да нет, ты был вот когда клуб работал. Кота. Котам. Эти мошки. Перстопёрки. Нет, плотвички. Нет, ну не плотвички. И вот мотва. Нет, перстопёрки у глаз красной. А почему тут глаз красный? Плотва это папа. Ой, у меня кошечки. Кошечки дай. Червей поел всех. Что? Червей поел. Червей поел. Червей поел. Иди сам хоть поешь. Есть захотел. Катя, видела лист? Да вон под машиной. Положи на пол. Да положи на пол. Она не видит. Катя. Да вот Катя. Иди сюда. Катя, Катя, Катя. Вот и иди. Катя. Иди, Катя, куда вон за рыбой. Катя. Не едят рыбу. Они с хуя нам будут. Они с хуя нам будут. Зато хлеб вчера ебашили. А рыбу не едят. О, блин. Что ты потерялся? Ранка запил. В смысле запил? Купил. О, крючки у меня в кармане. Как в жопу. А что здесь? Как запил. Или он и пьет? Кс-кс-кс, иди ебти. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Жаль, сколько у вас селедки. Сейчас пойдем посмотрим. тимошка не будет а там все орут ругаются эти дачники милиции вызвали тимошка тимошка подписчики привет передавали тимошка 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 радостный тимошка 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 иди я пойду по жрать захотел пойдет кушать так завтрак это самогонка да тут нет вкуснятина неимоверно вкусная наверное неимоверно вечерела вечерела 3 августа короче пока я до этих до мест исторических не доехал здесь вот в кустах раньше был дом ходил туда сегодня и потом отец сказал вот здесь вот между этим сараем и кустами когда строили плотину на пруду пруд прудили здесь стояла техника бабушка их кормила короче этих трактористов и вот я там короче с металлоискательным походил вот так недолго часок отец не дал пойдем посидим пойдем полезем пойдем поедим и здесь короче ну килограмм где-то сорок и железо набрал такого пальца тракторов здесь нашел от печки эту плиту раскованную всякие такие железки малогабаритные тяжеленькие 35-40 металла и нашел с патином короче меня поздравьте сейчас фокус на видео где тут у меня вверх нашел друзья первого царя первый царь мой в металлокопе 2 копейки 1904 года особой ценности она не представляет но для меня это как бы начало того что все-таки работает металлоискатель и потихоньку я учусь кстати мне посоветовали обмотать вот этот провод кто-то из подписчиков спасибо конечно но что я вам скажу провод который идет от блока управления катушки мне сказали что его нужно обмотать ну вокруг спирали вокруг штанги вот то есть таким образом увеличивается типа эффективность самого металлоискателя и ну в целях безопасности чтобы там за кусты не зацепиться не оторвать вот ну я вам скажу что мне показалось что хуже я размотал обратно потому что он постоянно звенит постоянно звенит и сбивает тебя с толку то есть он видимо реагирует сам на себя что ли на штангу реагирует или на что он реагирует короче размотал и обратно вот такой вот видосик пока получается спасибо за просмотр и друзья спасибо за лайки подписывайтесь на канал я думаю за две недели что-нибудь я здесь наснимаю такого позитивного ну может быть даже и интересного если мне будет вот так вот вести как повезло сегодня вот там в кустах но там я говорю там дом и там все звенит вся земля звенит я еще не научился распределять и может быть там настраивать этот сам аппарат там начиная от кусочка отгнившего от консервной банки ну и заканчивая проволокой и даже если они обратил внимание сейчас я вот калоши одел а были мои красные кроссовки и вот этим как они называются люверсы до люверсы в которые продеваются шнурки даже они звенят если близко подводишь то есть тебе нужно как бы с вытянутой рукой ходить постоянно или же одевать какую-то обувь которая без люверсов то есть люверсы звенят реагирует металлоискатель на них вот кто занимается подобным как бы вот эти моменты они век живи как говорится век учись кошки не знаю съели мою утрешнюю рыбу или не съели пойдем посмотрим так четко них тут какая-то другая еда рыбу не знаю выкинули или они все-таки съели и на рыбалку я больше не пойду потому что там одна мелочь одна мелочь никто не ходит так отец говорит когда рыба ловится можно 6 часов определить если едут рыбаки и идут здесь местные мужички значит можно ходить а сейчас там одна мелочь он поплывок постоянно дергается но рыба мелкая она не справляется с это со снастью червяка обглодают там короче задолбается менять червяка ну вот несколько штучек там с десяток я сегодня поймал такая вот у нас деревня сегодня был кипиш в деревне короче там еще есть один дом его купили под дачу а здесь 22 год 2022 год дошла цивилизация короче газ сначала ну как всегда в россии сначала сделали более-менее дорогу вы не представляете друзья что здесь было раньше в клуб ходили от отца и мы ходили или в сапогах или в калошах доходили там до определенного момента до до асфальта асфальт там заканчивался где школа и там переобувались под лопухами в крапиве прятали калоши переобувались там в кроссовке в туфли и шли дальше вот сейчас значит они отсыпали дорогу такая замечательная повыше и сделали все хорошо дренаж красота ляпота хотя бы так щебеночкой мелкой вот и потом значит они роют газ уже край дороги они отчекрыжили можно сказать метр метр дороги и теперь дальше катавасия значит башня деревенская ну видимо закончился там водяной резерв башню и вот почему то здесь они решили с другой стороны деревни здесь вот там чуть подальше синий забор обнесли выкопали и уже там четыре года назад скважину и теперь выкопали скважину и теперь короче они будут перекапывать дорогу чтобы от башни вывести на эту сторону трубу и короче вдоль дороги рядом с газом как это они будут делать там это у отца короче представляете логика то есть пришел какой-то видимо их не там их там кто-то прораб начальник зовет николай иванович поди сюда отец и у тебя труба закапан они короче спрашивают то есть невдомек наверно людям что должен быть какой-то план вот какие-то там метки что-то еще ну то есть вот нас на слово николай иванович они пытаются не задеть газовую трубу ну это ладно вот эти люди против того чтобы перекапывали дорогу это опять будет грязь опять это глина ну наверное будут отец говорит гильзу вставлять с двух сторон ямки потом там пробуривать вставлять толстую трубу в нее тонкую таким образом не знаю как там договорятся в россии всегда сначала дорогу делают потом ее перекапывают под газ под воду под электричество и плюс еще у отца проведена вода оттуда из-под низа через дорогу метр восемьдесят труба лежит вниз а вода будет рыться на два метра то есть отцовую трубу как-то надо предостеречь или там делать петлю такую или же значит просить вода канал чтобы он делал петлю над отцовой трубой 20 сантиметров это они короче заденут трубу по-любому а электричество загильзовано но все равно надо короче быть на чеку целый кипиш с этой водой вот нахер она здесь нужна эта башня это сейчас трактора тут техника всеразличная будет ездить тут на на месяц такой грязи будет как и как и раньше только вот отец говорит только вздохнули более-менее от этой грязи как бы от этих неудобств всех сейчас вот нормально здесь но по ходу дела и как всегда к осени сейчас дожди глина все это киш-миш огромные машины будут ездить на возю кают здесь мама не горюй такая у нас страна ребята вот друзья после короткого эфира что началось дождь херачит с открытым забравом о братишка мы удочка смотри все свое ношу с собой рюкзак брелок главное попал в кадр удочка лопата мои красные кроссы уже черные стали корыл землю сегодня вот друзья это буратино это сама галина тут приезжали брат двоюродный из москвы ромка пил короче ну еще тут пару человек гланули так скажем вот а я вот тут в холодке дома жаришься капец как там папа с тут Ниной спят я тут на крылечке на диванчике красота вот такой разваленный дом продолжает собирать металлолом звенит все как блин отличать эти звонки надо учиться здесь был выход у отца я спросил говорю а было тут какое-то крыльцо или что-то тут был такой навесик просто навесик возможно здесь сидели лавочки были сидели люди короче вот выход надо прошерстить такая вот заброшка все заросло завалилась поковыряемся здесь переменят